Они поют, разговаривают, рисуют красками и показывают невообразимые фокусы в воде. Морские обитатели, которых не встретишь в обычном зоопарке. За их таланты им, конечно, полагается угощение. У них не дрессировщики, а тренеры. Только наладив личные отношения с дельфинами, можно добиться результатов. Все тренировки мы делаем в виде игры, в игровой форме. Ну, разумеется, вы сами представляете, да? Да, то есть животные у нас морские, то есть их стихия вода. Ну, то есть что-то их противоестественными, сильными методами в воде заставить абсолютно невозможно. Поэтому нужно с ними подружиться, договориться, чтобы это в первую очередь было интересно им. Потому что если им это неинтересно, то они делать ничего не будут. Белый кит Данди – редкое животное, которое поражает не только своей красотой и грацией, но и интеллектом. Он совершает виртуозные маневры в малой воде. На смену приходит морской котик Боб, умиляя умением ходить на передних или задних ластах. Последний номер от влюбленной пары дельфинов. Друзья, не зря говорят, что перед Новым годом сбываются все мечты. Вот у меня сегодня детская мечта сбывается. Я впервые вижу настоящего белого кита, морского котика и дельфинов. Можно я тебя потрогаю, мой хороший? Можно? Можно? Иди ко мне, иди. Да! Одно из первых представлений для особых детей. Поездка организована совместно администрацией дельфинарии и департаментом соцзащиты Самары. Настоящий праздник для ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для детей, которые находятся, воспитываются под опекой, в замещающихся имя, это дети с ограниченными возможностями. Для них это кусочек счастья побывать зимой, в такой летней, хорошей, непринужденной обстановке и пообщаться именно с животными, тем более с дельфинами. В дельфинарии будет работать все новогодние праздники. И во время каждого представления настоящие народные артисты получают улыбки своих зрителей и аплодисменты. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.